Привет-привет! Меня зовут Эль, это мой личный канал, видеодневник, художника-дислексика. Но сегодня пойдет тема о дредах. Я расскажу вам о своих впечатлениях, ощущениях, о том, как я вообще решилась на дреды, мой длинный путь. Это будет два ролика. И сейчас моим дредом, моим дредом уже год, больше года, 23 декабря 2017 года, моим дредом был год. Сейчас, видите, уже 2018 перевалило. И тогда, когда мне заплетали, у меня было где-то 5 сантиметров вот так заплетено, сейчас они вот так вот выросли за год. Ну, насколько дреды могут расти, вы же меня понимаете, да? Ну, вот дреды выросли у меня вот за год на вот-вот-вот у меня уже заплетенные вот кончики. То есть, видите, как прилично. За это видео я садилась, наверное, раз, раза три. Месяц, месяц и уже неделю. Месяц и одна неделя, да. И мне хочется поделиться своими ощущениями, впечатлениями, почему я вообще решилась на это. Да, сейчас возьмите чашечку чая, кофе. Это будет разговорное видео, достаточно долгое. Первая его часть о том, как я вообще решилась на дреды, для чего они мне были нужны, и как я пришла вот именно к этой прическе. А во втором ролике я вам расскажу и покажу именно процесс. И расскажу свои ощущения уже как человека, который эти дреды носил. Ну что, приступим к первой части моего ролика. Почему я вообще решилась на дреды? Дреды я решила себе заплести очень давно. Это 6 лет назад. Я тогда заплела себе косички. Мне они очень нравились. И если я найду фотографию, то вот здесь у меня будет фотография. Если нет, то просто поверьте мне на слово. Единственное, что они были каниколоновые. Это были косички, заплетенные в мои волосы, но из ненатуральных волос. И что меня раздражало в них, это сильный запах. То есть каниколон очень сильно впитывает запах, и они очень долго сохли. То есть мои волосы высохали очень быстро, каниколон сох у меня долго. Мне приходилось разосыпать в полотенце. Это было неудобно. Плюс еще, когда они отросли достаточно быстро, у меня быстро растут волосы. И я поняла, что мне обещали, что я буду носить их 3 месяца. Я носила их, дай бог, полтора месяца. Вот очень сильно быстро отрастали. Я потом ходила в повязках таких вот, чтобы закрыть корни, но чтобы подольше еще поносить косички длиннющие. Расплетали меня мои друзья. Плюс еще кучу волос моих расплели. И волосы у меня чувствовали себя, ну где-то за неделю они пришли в норму, стали снова биться. После косичек, после каниколона они у меня стали такими суховатыми. Потому что мне не сказали, что нужно их маслом как-то обрабатывать. Я просто мыла голову и сказали ни в коем случае не пользоваться бальзамами, чтобы эти косички все не расплелись, не растрепались. И я себе волосы немного попортила. Я теперь прекрасно понимаю, что если бы я просто пользовалась маслом, специально вливалась, этого бы не случилось. А потом, спустя несколько лет, мне захотелось сделать себе дреды. Но я боялась делать именно дреды, у меня были короткие волосы. И вообще, что только я не делала со своей головой. Это, наверное, нужна отдельную историю о том, историю моих волос или историю моих причесок. Кстати, если это интересно, то напишите мне об этом в комментарии. Возвращаемся к дредам. Я где-то лет 6 назад решила сделать себе дреды, безопасные, то бишь, дреды. Тоже хотела сделать их ярко-рыжими, на короткие волосы. И когда я себе их придумывала и делала, я думала, что это же этнический стиль. И я хотела сделать их на лето. Чтобы сделать их на лето, я думала, нужна какая-то этническая одежда. Прикольные любые сарафаны. Тогда я еще не знала стиль Боха. Тогда для меня это был просто этника, этнические сарафаны длиннющие. А когда я придумывала себе дреды, это была зима. Поэтому до Нового года. Поэтому я решила, что к лету, когда будет тепло, я сделала все дреды. А к этому времени мне нужны сарафаны. Прям сделать им целую подбойку сарафанов, чтобы ходить. Большие украшения красивые, восточные браслеты и сарафаны. Думаю, как раз к лету подготовлюсь. Потом я посидела, подумала, думаю, ну блин, тех сарафанов, которые мне нужны, фасонов, их тогда особо нельзя было найти. Мне нравилось, знаете, под грудь, такие треугольнички вот здесь и под грудь. А дальше только свободно. Вот я думаю, блин, ты так легко шьется? Дай-ка я сама сошью себе очень много сарафанов, прям из разной ткани. Но у меня нет машинки. И я поехала покупать себе машинку. Самое смешное, что у меня есть связь между моими дредами и машинкой швейной. Её на самом деле, конечно же, нет. Но вот я и себе её придумала, что мне нужно купить швейную машинку, нашить себе сарафаны. И после этого я только имею право сделать себе дреды, чтобы поносить их три месяца, дай бог три месяца поносить их, и вот походить вот в этом образе. Есть две фирмы машинок, и вот у меня одна из них на букву Б. Почему я не знаю название своей машинки? Потому что я её достала, один раз прострочила, поняла, что эта машинка умнее меня, у неё там куча функций, куча инструкций, какие-то ошибки она выдаёт. В общем, лучше бы я купила машинку за три тысячи, не парилась по поводу её электроники, просто бы хреначила вручную, как у меня была дома ручная машинка, когда я была маленькая, я столько всего поношила. И сейчас она до сих пор у меня стоит, и я жду прекрасного времени, когда в моей жизни появится человек, который меня возьмёт за ручку, подойдёт к машинке и скажет, а сейчас я тебя научу строчить на машинке. Это всё очень просто и легко, ты её не бойся, если что, я тебе во всём помогу и подскажу. До сих пор этого человека не появилось в моей жизни. Ну, либо я так запрос делала, либо мне это так надо, ну, не либо, а по факту мне это так надо. Потому что, когда мне надо, всё в моей жизни появляется так, как мне надо. Продолжаем про Дреды. Купила я машинку, конечно же, ничего не сшила, и тут в моей жизни появляется человек, который говорит мне, да, я влюбляюсь, первое главное, что я влюбляюсь, и в моей жизни появляется человек, который мне говорит, что Дреды, да ты что, никогда в жизни, вот я вот с этим спать не буду. Я такая, эх, любовь или Дреды? Я думаю, конечно же, любовь. Я думаю, что сейчас для этого ролика хватит, я рассказала уже очень много информации о том, как я шла к Дредам, как я решалась вообще на это. И в следующем ролике я продолжу, как я нашла прическу, покажу вам, как мне её делали, расскажу вам о своих ощущениях, и своих ощущениях уже спустя год. Пока-пока! Я начинаю подготовительную работу для того, чтобы понять, какие Дреды мне нужны, что я хочу для... какие Дреды я хочу. Наверное, мастеров 10 я просила, но никто не хотел браться, вообще никто не хотел. Мастер-класс